здравствуйте итак вышел новый патч патч которого ожидали многие которые ожидали уже очень давно он наконец добавил сетевой режим теперь для тех людей которые не знали чем заняться в торгове последние пару недель знают что можно всегда зайти в торгов поиграть в онлайн режиме поубивать всяких нубов покрысить в кустах и прочие радости что же нам добавили в новом патче конечно же сетевой режим конечно же прокачка оружия персонажей износ оружия и к нему полагающихся вещей особое нововведение это изучение предметов которые впоследствии преобразуются во внутриигровую энциклопедию как я и говорил через предметы нам будут рассказывать историю мира и из контента нам добавили пистолет пулемет кедр и 2 к нему вариации то есть добавили одно оружие просто немножко с разными характеристиками кедр это у нас такой пистолет-пулемет для войск для сил специальных операций до кедр b это тот же самый кедр которому прикручен глушитель который не снимается и клин это кедр с более мощным патроном то есть оружие это практически ничем не отличается и далее нам добавили вели графические нововведения которые вот улучшили графику настолько насколько вот можно было просто улучшить графику то есть абсолютно все от от неба улучшенного освещения адаптации в помещениях когда вы входите в темное помещение из светлого окружение вот это вот адаптация вот это добавили то что раньше работала не совсем корректно и было совсем непонятно почему именно она так работает естественно цветовая коррекция но цветовая коррекция это всем известные цвета фильтры если раньше цветовая коррекция немножко отдавала таким сталкером что ли который еще давным давно был то теперь у нас цветовая коррекция которая очень похожа на то что сделали в battlefield 3 наверно может быть даже battlefield 1 штук такой вот вроде похоже да немножко синевой отдает но это ладно как бы графические эффекты у нас появились да и теперь в купе с сетевым режимом вы можете выбежать скажем так на локацию до посмотреть красоты посмотреть как изменились текстуры которые тоже там переработаны и получить пулю в лоб из ближайшего куста почему потому что все графические нововведения которые вы включите они будут вам мешать играть они будут мешать геймплею потому что включите более проработанную растительность и включите более проработанное освещение и тени и вы получите невидимок из кустов которые сидят и ждут как бы вас убить приятно это очень приятно особенно после 6 7 смертей вот так проходит сейчас тестирование сетевого режима знаете я про диких сейчас даже не вспоминаю потому что дикие такое чувство стали настолько тупые что просто вот есть ощущение что раньше за таких играли настоящие люди искусственный интеллект сейчас начинает выдавать такие кренделя ну ладно ладно я постараюсь себя держать в руках что мы сейчас имеем что из себя сейчас вообще представлять сетевой режим выбегает значит на локацию пять крыс и сидят и ждут пока кто-то совершит ошибку я думаю что это будет в течение пару недель то есть потестировать нормальный сетевой режим получится я даже не знаю в каком процентном соотношении это будет удачным то есть вот каждый ваш заход на сервер это практически каждый раз вы встречаете враждебных игроков то есть ладно дикий как бы они враждебны то все время данные игроки все враждебные вот абсолютно все вот такое чувство ты играешь просто каком-то в догфайте да то есть ну так файт в вас выпускают на арену да и в этой арене я должен выжить только один до который поглощает потом жизни всех остальных да и становится тем самым маклаудом да но вот как сейчас тестировать как час тестировать сетевой режим как тестировать как отлавливать баги как смотреть допустим может быть некорректно персонаж перезаряжается со стороны да то есть не свой персонаж а персонаж другого человека как вот это все посмотреть часто невозможно практически единичных случаях удается найти адекватных игроков которые понимают что сейчас надо тестировать а не выбегать к не убивает друг друга я понимаю что люди долго очень ждали очень долго ждали в них закипала кровь они ждали когда уже можно будет убивать других игроков но это же так весело просто так весело да хотя игра находится на тестировании разработчики эмиссары постоянно нам твердят о том что игру надо тестировать в нее не надо играть ладно две недели посмотрим поэтому играются люди начнем нормально заниматься отловкой багов сетевого режима ну и прочих некорректностей но знаете что самое интересное не зря сейчас на экране вы видите две таблички но вернее два скриншот скриншот справа от вас это то что мы получили сейчас то есть вот патч вышел да и вот это вот сопровождение описание этого патча да вот она буквально сутки назад появилась слева мы имеем то что нам обещали 19 октября то есть месяц назад а ровно месяц назад что будет ближайшем патче и если вы так вот читаетесь примерно в третьем абзаце большом следующие строчки на данном этапе мы готовим несколько крупных модулей игры один из которых это масштабное онлайн тестированием 2 оптимизационное обновление а также новые локации лес и город иными словами работа кипит приближая нас бета-тестирование вот значит первый модуль мы получили это онлайн второй модуль это оптимизационное обновление а также новые локации лес и город оптимизационное обновление это и есть вот эти графические нововведения благодаря которым у мощных конфигурацию мощных платформ возросла производительность собственно что нам и обещали почему говорю мощных платформ у меня платформа средняя и производительность не изменилась вот так вот новые локации лес и город в новом обновлении новых локаций нет те скриншоты которые нам показывали с новых локаций они остаются скриншотами то есть вы этого не увидите вы не увидите той растительности тех самолетов до того танка который показывали на скриншотах вам просто не с чем сравнивать будет почему локация нет неизвестно просто локаций нет забудьте про Когда кто-то упомянул в официальной группе ВКонтакте на форуме игры про то, что ребята, вы вроде бы обещали две новых локации. Знаете, что ему сказали? Новые локации будут в бета-тесте. То есть новые локации обещали в бета-тесте. Никто не обещал в этом патче новых локаций. Или я ошибался. Или вот то, что написано слева. Да, оно как бы само за себя говорит, что в предыдущем обновлении должны быть новые локации. И все. Дальше мы видим слева вот все, что написано. Все просто копипаста того, что написано справа. Можете сравнить строчка в строчку. Буквально все совпадает. У меня очень смешанное впечатление о этом патче. Потому что помимо сетевого режима я еще ожидал новый контент. У себя в группе ВКонтакте я писал перед еще выходом патча, задолго до его выхода, что многие ожидают от грядущего обновления. То есть, две вот этих новых локаций, которые скриншоты нам показали. Не так давно рассказаны и показаны скриншоты нового оружия. Это револьвер Рино с его модификациями. Кехлер и Кох МП5. На выходе мы получили одно оружие с двумя, вернее с тремя его видами, его вариациями. И сетевой режим. И новые эффекты с улучшенной оптимизацией, производительностью и прочее. Новое обновление. Прошло полтора месяца. Нам обещали глобальное обновление. Вся глобальность заключается в том, что мы получили новый цвета фильтр, сетевой режим. И прокачка мастеринга оружия, изучение предметов и левелинг персонажа. И после всего того, что вышло обновление, нам рассказали, что в это обновление добавили. Разработчик еще говорит о том, что наконец-то мы отпахали. Теперь мы можем сделать видеодневник и рассказать все, что мы сделали в этом году. А потом еще сверху дополнить это тем, что все-таки год не заканчивается. Да, бета-тест мы все-таки введем. Ну, понятно, в ноябре уже просто забудьте. 10 дней, 11 дней до окончания ноября. Это просто даже невозможно. Если добавить, если сейчас сделают бета-тест, это будет просто что-то с чем-то. Мы получим такую вакханалию, мы получим столько вайна. Разработчик это понимает, поэтому никакого бета-теста в ближайший месяц точно не будет. И в конце года, более чем уверен, бета-теста не будет. Ну, посмотрим. Посмотрим. Я не знаю, что у них там произошло в официальной группе ВКонтакте. Ну, точно не могу сказать. Но в последних новостях закрыты комментарии. Спроста ли это? Очевидно, неспроста. Но потом нам публикуют комментарии. Я даже не знаю, какого характера. Ну, хвалебные комментарии. Да, насколько людям понравились нововведения. Насколько им понравился патч. И я кое-что там повыделял. Сейчас можете посмотреть. Нам тут показали... Ну, вернее, описали то, что сказала 7 игроков. Насколько им понравился патч. Насколько им понравились эмоции полученные. По данному обновлению я не зря тут выделил конкретно фразу одного из игроков. Потому что думаю, что многие знают этот ник. Это ник старшего эмиссара. То есть понятно, что из 7 человек надо обязательно взять старшего эмиссара. А 7 человек нельзя было взять каких-то более независимых. Ну, вернее, не 7, а одного из 7. Ну, это не суть. Обратите внимание, самое важное, что подчеркнуто практически во всех комментариях. Это страх, страшно, появился страх. Все только со страха. Вот, не знаю. Такое чувство люди раньше не чувствовали этого. Даже в игре против ботов. Но это хорошо. То есть, Тарков уже начинает постепенно забирать себе в лавры всяких аутластов и прочих хорроров, которые могли доставить те же самые эмоции. Ну, конечно, сейчас эмоции совсем другие. И я не знаю, как это сказать. Ну, студия, да, студия молодцы. Они поработали над этим всем. Теперь людям реально страшно. Им реально страшно заходить на локацию. Это отлично. Это отлично, учитывая, что сейчас тестирование. То, что сейчас как можно больше людей должно заходить. Именно заходить. Понятно, что все, кто не крепкие духом, да, они перестанут заходить в этот онлайн. Они останутся в офлайне. Будут пытаться там как-то, я знаю, помочь игре. Как-то ее улучшить. Каким образом, непонятно. Ну, остальные будут преодолевать вот этот страх. И отлавливать баги. Ну, я говорил, что через две недели только нормально получится это сделать. Сейчас же просто идет развлечение. Ну, людям не хватало этого чувства. Поэтому, что хотелось бы сказать напоследок. Разработчик постарался. Он ввел все-таки онлайн. Он ввел графические изменения, которые, скорее всего, многие будут отключать. Потому что результативно играть с графическими нововведениями практически невозможно. Ну, возможно только для тех, у кого вообще просто развито зрение, особенно периферическое. Теперь две карты, которые раньше были уже абсолютно всем знакомые, приобрели немножко другой оттенок. Поменялись некоторые текстуры. Может быть, кому-то это понравится. Но мое отношение... Мое отношение очень спорное ко всему этому нововведению. Попробуем тестировать онлайн. Попробуем выловить там баги. Но, ребят, это серьезно. Это не серьезно. Это не серьезно. Нам обещали одно, как обычно. А получили мы на выходе другое. Кроме обещанного сетевого режима, графические нововведения отлично. Кому они пригодятся, кто их будет включать. Ну, понятно, что для начала все посмотрят на это все. А потом все это подключают. Потому что вас будут встречать все время добродушные ребята из кустов, которые будут вас срезать, убивать и прочее. Это всегда очень весело. Еще я хотел бы попросить вас, именно тех людей, которые могут тестировать игру. Пожалуйста, понаблюдайте за тем, каким образом вас убивают ножом в спину. И вспомните, что демонстрировалось в одном из роликов игры, который, наверное, один из самых последних по геймплею. Благодарю всех, кто послушал данный подкаст. Спасибо разработчикам, наконец-то, за новую пищу для размышления. Новый контент, которого... Неважно. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, подписывайтесь на данный канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки, комментируйте. Давайте выбьем это видео в топ и посмотрим, что разработчик нам сделает за это. Посмотрим, когда разработчик ведет то, что он еще обещал 19 октября. Все, до скорых встреч и пока. Субтитры создавал DimaTorzok